приветствую всех на канале цвета мания сегодня у нас понедельник а значит новое поступление есть кое-что очень интересное есть уценочки есть кое-что очень необычное для меня впервые вот в общем то все по порядку давайте будем отсюда начинать это у нас кактус микс я взяла это оба кактуса этих большущих в миксе этот кактус меня поразил своими колючками вот у него мало того что колючки вот такие загнутые фокус сделаем получше вот но и у него есть вот такие вертикальные колючки размером он большим вот моя рука да вот он таким размером ладошка огромный горшок сам по себе он не маленький и очень интересный следующий кактус я не сразу обратила на него внимание вот но потом разглядывая остальное кактусы из этого микса я обратила внимание опять же на колючки и вспомнила что такие колючки очень похожи на колючки у грузони а этот грузони может вырастать невероятно огромных размеров и обычно этот кактус в большом размере он очень дорогой может быть в районе даже 5000 рублей вот а тот достался немаленький экземпляр но в то же время по стоимости вполне доступно то есть да покупай кактус за 5000 наверное но не совсем целесообразно это если только куда-то в офис наверное поставить до сразу чтобы он стоял большой огромный а дома выращивать из такого немаленького среднего размера уже интереснее колючки очень острые но не такие толстые такие интересные центр центр у него точка роста прям вся 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 в этих колючках очень интересно мне он прям понравился это сенсиверия тоже опять же из разряда хани хани голд они там все под одну гребенку называется в голландии это у нас уценочный экземпляр хотя в целом она неплохая два растения в горшке это прям такая светлая детка очень красивая яркая точка роста есть а здесь здесь земелька надо ее выгребать по цене я напишу уже в группе вконтакте пока пока так как обычно полностью название растений в поступлении я напишу под видео в описании это у нас хоя карно за кримстон квин у нее тут пять веток очень интересная те деленки которые мы делили на прошлой неделе мы уже выставили так что можете смотреть в альбоме если что то есть свободно и можете бронировать и сенсивери что пришло это у нас алман ж.д. две детки и взрослое растение это сенсиверия очень похожа на сорт инди тоже с деткой клёвая такая нет крепко сидит думала шатается это у нас похоже на кирку купертон но есть ее компактная форма она называется гранит стар вот насколько так я не могу сказать потому что это микс и она пришла не конкретно по сорту да по накладной это все же микс в миксе может быть что угодно сами знаете пепперомия аргирея я ее доставать не буду чтобы листочки не трогать но вот новенькие листочки маленькие их уже видно не прям такие маленькие арбузики вот есть колладиум вот такой вот крабушка по если не ошибаюсь сорт называется мисс маффит или что-то около того она летом у меня была и как-то очень быстро разобрали если я не ошибаюсь по цене тоже что-то не сильно дорого по колладиум у меня спрашивали можно ли покупать колладиум и зимой вот именно в растущем в активном росте кто-то из девочек мне сказал если у колладиума все в порядке с условиями тепло светло и влажно колладиум будет расти дальше но если у него световой день короче если у него полив короче если он почувствовал какие-то изменения в условиях то тогда он конечно уснет этот пока не спит надеюсь и не уснет вот если будут желающие можно попробовать будет рассадить мне кажется там клубня 2 наверное должно быть что касается этих фиалок и вообще в принципе фиалки я не беру и стараюсь вообще мимо проходить потому что очень много сортовых фиалок развелось вообще и все там листочками укореняют продают и всяких вариантов каких только нет и что-то про них особо рассказывать мнениями наверно нет смысла но когда я увидела в миксе вот такие фиалки я была удивлена во первых у них цвет темно-бордовый темно-темно-бордовый и естественно я всегда смотрю на листву это листва она какими-то не знаю штрихами как их назвать сплэш как на хоях да и он блестит если бы это было просто просто белое или желтое что-то это было бы по-другому ну либо розово дальше бывают в регатность а тут прям блеск идет от самих вот этих вот штрихов попробую поближе навести чтобы было понятно вот видно как они переблескиваются и для меня это прямо очень удивительно было такой в регатности я не видела возможно это можно было бы посчитать какой-то ошибкой либо мутацией случайной но когда я увидела две таких фиалки я поняла что тут что-то не то и вот этот листочек тоже меня очень заинтриговал вот такая вот не необычная фиалка как-то мне попадалась фиалка мини-фиалка по-моему белого цвета она была если не ошибаюсь и она была в регатная но прямо вообще в регатная и это фиалка была голландская что для меня было очень удивительно также есть антуриумы антуриум нескольких сортов хочу вот этот вот антуриум достать и показать поближе потому что там в зарослях будет не совсем понятно сорт для меня неизвестен предполагать что-то говорить фантазировать я не буду возможно что-то очень похожее на по расцветке на dios red он такой же насыщенный красный но меня смущает форма цветка не знаю почему она больше похоже на динамит red плюс у него еще есть вот такие черные жилки и зеленый край но это не у вызревшего полотна а это вот еще здесь есть вот интересно когда вроде опять же микс а что же в микс может попасться непонятно бывают такие чудеса увидишь что диву даешься сейчас что что поближе ты как-то не могу по наверное на фотоаппарат переходить на мой цифровой чтобы было все понятно с телефона уже видимо не то качество вот тут видимо травмировано полотно ну в общем то вот такой вот кустик антуриума вроде красный простой но ничего в нем такого нет да но эти черные жилки меня просто с ума сводят и темный край кто если знает название этого сорта подскажите пожалуйста буду вам очень благодарна также есть антуриум сорт adios romance у него разноцветные вот такие полотна характерным признакам этого сорта является фиолетовая тычинка бело-зеленым отливом полотной как у амали леган с розовой кончиком есть невызревшие полотна которые не но не полностью по сорту они могут быть вот такими зелеными и со светлыми тычинками вот а это вот совсем молодое раскрытое полотно с желтой тычинкой возможно со временем оно станет фиолетовым хотя наверное изначально оно должно было быть и таким может быть она и останется вот именно такой расцветкой еще есть антуриум adios orange adios orange он сам по себе не крупный но очень обильно цветущий потому что сколько я не видела его он всегда всегда у него цветов в кусту очень много и при пересадке я не скажу что он какой-то прям таки капризный вот деленочек крайне редко бывает обычно кустами забирают но если тут кто-то пожелает можно будет рассадить но прошу учесть что в это время года деленки не так хорошо приживаются как бы это было бы например весной или летом еще для меня интересным стал вот этот вот антуриум я подумала сначала что-то sweet heart в миксах он чаще бывает вот но вот это полотно меня натолкнуло на мысль о том что это возможно пандола а пандола она приходит только в 17 горшках в меньших горшках я не видела в больших до 21 видела но вот в небольшом горшках для меня пандола это прям какое-то открытие там тоже не буду разворачивать не буду травмировать вот такой вот кустик пандолы здесь я правильно определила но тут наверное сомнений нет это она и есть вот такая вот и самый интересный антуриум для меня это антуриум ванила раньше когда я смотрела на закупках да и вообще привозила я антуриум и муха сухая муха я привозила ванилу только в двенадцатом но максимум в четырнадцатом горшке но как-то я летом по моему видела в закупках этот сорт в двадцать первом горшке но выкупить я тогда не смогла во первых не набралось там желающих и во вторых он был чересчур дорогой а тут удалось купить по не такой большой цене как в тот раз и когда я увидела полотно цветка у ванилы я была просто поражена во первых ее размеры то есть сравниваем вот adios romans это у нас семнадцатый горшок и тут вот у нас ванилка ну это просто вообще что-то с чем-то для меня ванила почему-то раньше казалось каким-то карликовым небольшим антуриумом а по факту вот смотрите он какой поэтому меня иногда спрашивают цвет а это вот большой вырастет или нет и теперь я уже даже сомневаюсь каким образом вообще можно точно сказать карликовый он или нет потому что например там за спирит за зизу залили я могу быть уверена а вот за остальные сорта наверно нет поэтому все это дело времени дело времени многоцветущий ну класс вообще класс я теперь знаю я уверена что ванила может быть с большим и с крупным полотном вот так теперь из цветущих у нас есть орхидейка вот такая вот рыженькая рыжуля с фиолетовой губой сорт я ее к сожалению не знаю но он мне прямо очень симпатичным стал тут вот интересный такой развод кант очень похоже на попугая немножко вот обычно пишут на горшках на самих названий но это микс поэтому сказать что-то про него я наверное не смогу сейчас посмотрю на горшке может быть надпись какая то и есть все же нет но зато вот смотрите какие корни шикарные ну воздушная шейка все прекрасно есть даже набухшие почки почки которые потом могут проснуться и выдать еще либо ацетонос либо детку вот такая хорошая орхидейка фаленопсис так и вот такой фаленопсис название сорта не подскажу но если я найду я напишу под видео невероятно яркий красочный я видела его только на фотографиях в интернете в живую я эту красоту еще не видела цвет от фиолетового до темно-бордового вот эти крапушки волшебные и губа такая смотрите интересная да светлая серединка и еще вот смотрите сколько бутонов еще не раскрыто я считаю что это очень такой цветущий сорт давайте посмотрим что у него с корнями ой шик я конечно проверяла прежде чем брать но все же я считаю что это очень даже хорошо жирная толстая шейка толстая вот какой-то белый налет у нее есть видимо чем-то обрабатывали похоже на побелку вот но вредителей при осмотре я не нашла только вот эти вот налет и белая возможно какая-то обработка была поэтому ой красота нравится толстые корни и вот там . роста вот такая красота что у нас есть есть декоративно-лиственных еще это алаказия медная она же под голландским названием red secret вот такая вот яркая также два растения в горшке решила в этот раз думаю должны точно свободно остаться в прошлый раз целиком все забрали я решила что возможно если мне удастся и в этот раз раздать будет конечно хорошо но может быть получится и рассадить вот такие глянцевые листочки классные грунт конечно сыроват сыроват если отправлять транспортный то лучше наверное подсушить немножко алаказия поли в последнее время я стараюсь ее не брать вообще в принципе даже в наличии она стала очень распространенной на удивление цена на нее почему-то в последнее время именно голландская нисколько не становится меньше раньше она была вплоть по 350 рублей а это тут уже 500 плюс пошло поэтому вот так вот здесь я все рассказала пепперомия пикколо пикколо банда такая интересная разноцветная еще есть два кактуса вот с такими колючками такой как будто винтовой тоже интересный тоже такой вот видно уже лучше колючки они ну не острые вот по крайней мере в центре нету то есть если сильно постараться можно уколоться вот случайно если вот так нажмешь не уколешься еще есть вот такой вот с виду вроде бы и простой кактус но если обратить внимание присмотреться то можно увидеть сейчас настроим вот такое желтое пятно я долго рассматривала и решила что это какая-то желтая в регатность возможно потому что если бы это было больное что-то то оно бы оно бы проявилось то есть он твердый не мокрый он классный вот и здесь есть небольшой такой вот в регатность такая сенсивиерия тоже из миксахани в шестом горшочке тут четыре розетки это блэк драгон возможно очень похоже эти малыш не стоит на месте тяжелый кстати это у нас три штуки фиодендрона принцесса оранж вот такой вот он маленький их тогда у меня приходило много-много разобрали все удачно и еще получилось в этот раз привезти три штучки много брать не стала думаю пусть что есть будет и есть еще вот такой фиодендрон грин принцесс тут с детками из уценки из уценки есть колотея нетворк хотя я даже не знаю за что ее оценили вполне себе приличный кустик есть аглонема ратьям вот такая вот фиодендрон это не уценка кстати это нормальное полноценное растение их там даже два это фиодендрон минима с крупными листочками вот и биркин биркин конечно есть у меня уже и он тут одно растение в горшке но меня все чаще спрашивают конкретно про его варегатность про его цвет и когда я увидела вот такой вот белый-белый-белый лист я поняла что стоит его взять спрашивали про именно крупные растения надеюсь вот такой вот беленький биркин понравится есть еще фикус триангулярис он под заказ про него наверное уже было много сказано капризный мальчик адаптировать надо силы и умение наверное для новичков его брать не стоит кто только начинает заниматься растениями лучше его не брать а так наверное по привозу все всем спасибо что с нами что смотрите видео если будет полезно чем-то это видео если что-то новое узнали ставим палец вверх подписываемся на канал ставим уведомления чтобы не пропустить следующие видео всем пока пока